Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами Грегор и это новый выпуск проекта Город в Майнкрафте. Сегодня пока что было немного обновлений. Это, так сказать, новое живое здание и магазин. Магазин называется Пятёрочка. В принципе, обновление, так, немножко, но, в принципе, вот он, новое здание, в принципе, это, можно сказать, необычное здание. Типа, той же серии, что и стоил с пятого выпуска Города в Майнкрафте, где кто не смогут играть, посмотрите. Но есть изъян, изъян в том, что у этого здания есть переменная этажность 5-7 этажей. То есть, у первых четырех подъездов 5 этажей, у пятого 7 этажей. А так ничем не отличается по интерьеру и по квартирам абсолютно ничего. Даже по наличию лифта для малопобильных граждан. По сути, большинство живых зданий, которые я построю, это в основном, в основном, те же, вот, те же, почти обычные, практически обычные дома, как обычные дома, но при этом еще имеется лифт для малопобильных граждан. Так сказать, строят с заботой о инвалидах и тут же все мам с колеской. Также я провел в Москве на пустырство дворика, добавил три детские площадки, настольных тенниса и школьный стадион. Я изначально не знал, чем в Москве огородить, но думал, что, используя фрукты, не очень, поэтому решил использоваться сразу стеклом. А так я сделал все, как надо, все, как сказать, в соответствии с пропорциями. Следующий и последний обновление, это сам магазин. Вот так выглядит магазин снаружи. По сути, это москве пристроек к этому, к живому дому. Ничего особенного. Мастерская тропечка, Щербаковская, улица, дом 16. Идет Копиченко и Соган. Самые низкие, близкие. Тут недочет произошел. И дальше режим работы у Канон. Ну, интерьер, так как интерьер, у нас кассы есть, дальше полочки, причем в двух вариантах. То есть, такие полки, такие. Разумеется, имеется вход в склад, простая дверь забыл добавлять. Сундуки. Ну, можно сказать, все как по стандарту. Все как обычно. Полки с товарами, холодильники, замороженные продукты, кассы, освещение, склад. Ну, можно сказать, все как по сценарию, как говорится. То есть, ничего лишнего тут нету. Тут все, можно сказать, самое необходимое. То есть, самое нужное для работы в пятерочке. Ну, и, разумеется, для Шербанга. В принципе, вот такой выпуск получился краткий, ну, ближе, близко к пятиминутному выпуску. А с вами Вилл Бергер. И да, могу сказать, что приблизительно где-то на границе города будет автовокзал. Но, возможно, и в тех частях города, возможно, добавлю пожарную часть, и будет кризисский участок и прочее. Ну, разумеется, если руки дойдут. Да. И большинство у меня было, большинство идей именно было про ЖД вокзал и аэропорт, но аэропорты в ЖД вокзал как-то не Камильфус строят здесь. Ну, ну, я как понял, где-то, 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 на Серо-Западе города или на Юго-Западе. В принципе, у меня пока что на этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите идеи, что ещё построить. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok